Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 28 лет, но я чувствую себя маленькой, мне сложно разговаривать о работе, пора сложно выполнять взрослые дела даже в бытовых вопросах. В детстве родители, я бы сказал, были деспотичны и не давали свободу выбора. Как можно выйти из этого состояния и почувствовать себя взрослым самостоятельным человеком? Сколько на это потребуется времени, может ли психология помочь в такой ситуации? Да, психология может помочь в такой ситуации, но вопрос о времени на самом деле это худший вопрос, который вы можете задать, потому что вы здесь центрируетесь, если на времени, а не на самом процессе, да, то конечно прогресс и успешность будут меньше. ну сам понимаете, когда человек думает, например, о времени, да, вот, а, но при этом не увлечен, вот, непосредственно, как бы, вот, ну, процессом, так сказать, вот, то, естественно, эффективность такой работы, да, она, ну, несколько вот снижается, я думаю, что это, в принципе, понятно. Ну, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, что это понятно. Вот, это первое. Второй аспект, второй аспект, на который я бы хотел, вот, обратить ваше внимание, да, пожалуй, это то, что вот вы говорите, что вы маленькая, ну, чувствуете, точнее, чувствуете вы себя маленькой. Вот, я бы сказал, что, по-видимому, здесь все дело было в страхе, по-видимому. Ну, то есть, ну, по-видимому, вот, вы как-то вот боитесь чего-то, ну, вот, по-видимому. Вы боитесь ошибки, вы боитесь показаться глупой, вот. По-видимому, опять же повторюсь, то есть, я могу ошибаться здесь, вот, вне всякого сомнения, но вот, по-видимому, вы боитесь показаться глупой и боитесь ошибиться, что была довольно часто при краске диспатичных родителей. Вот. Это первое. Второе. Есть такое понятие, как обосредованность, и в данном случае, ваше стремление к взрослому, вот, состоянию, оно не сказать, что обосредованно. То есть, что это значит? Да? Что это значит? Это значит, что не совсем понятно, для чего вы хотите быть взрослым, то есть, как бы чего вам не хватает сейчас. Ну, вот, эм, как бы, в таком узком смысле слова, вот, взрослость, Это наличие отношения к всему, что есть в жизни человека. Наличие отношения к всему, что есть в жизни человека. И фильтр этого самого отношения. То есть может фильтраться через свои собственные ценности. Но, помимо этого, можно назвать еще и интерес. Можно назвать еще интерес, как мотиватор такой. Я бы сказал, может быть, даже один из базовых мотиваторов человека к тому, чтобы развиваться. То есть личностный рост, он нужен для чего-то или личностный рост нужен, потому что это интересно. Опять же. То есть сам личностный рост, вот сам по себе, или сама вот эта вот история про взрослое, все вот про то, что вот, там, я должна быть взрослой и так далее. Потому что, если вам это неинтересно, если вы это делаете, вот, ну, просто вот потому что, там, не знаю, вам сейчас кажется, например, что это важно и нужно, ну, к примеру. Я боюсь, что, вот, в такой ситуации, при, при таком подходе, не будет, ну, такого результата, вот, которого вы, ну, хотели бы, скажем так. Вот, к сожалению, вот, поэтому этот аспект, я бы, вот, постарался бы иметь в виду, вот, и учитывать его, 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 как минимум. Вот. 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 А, да, безусловно, речь может идти про вашу уверенность или, соответственно, неуверенность в себе. Что тоже можно подкорректировать. Речь идет о том, что вы себе не доверяете. Речь идет о том, что вы, вот, скорее всего, себя, как-то вот, ну, я бы сказал, может быть, обесцениваете. Вот. Вот. Что-то тут. Такой момент может присутствовать. Вот. И это необходимо тоже выявить и проработать по возможности. А, вот, вы говорите, что, значит, сложно выполнять дела, опять же, бытовых вопросов. А, вот, в чем сложно, то есть, вам сложно, а в чем, в чем, в чем, в чем, в чем, в чем, как конкретно, а, сложно. В чем, в чем, в чем, в зале, из-за того. В чем, в чем, в чем, в чем, в чем в, в чем, вот, в чем, в чем конкретно. То есть начал бы я с относительно простой истории, начал бы я просто с того, что бы посмотрел, что вам интересно. То есть с вашего интереса бы я начал. И как-то вот всегда интереснее, легче становиться взрослым, более осознанным, да, ответственным в том, что интересно. Вот, а видя при этом какие-то, ну, позитивные моменты, да. А когда вот такого нет, вот, когда, когда вы там, ну, не чувствуете, да, что вам это вообще надо. Вот, когда вы чувствуете, что это вообще, что-то чужеродное, что, естественно, делать этого не хочется. И это, ну, в принципе, вполне нормально. Вот. Поэтому мне кажется, что начинать, ну, вот начинать, ну, не с этого. Ну, я, по крайней мере, по крайней мере я, научил бы вот с этих аспектов. Аспект. Следующий аспект. Это родители, которые у вас, как вы говорите, были деспотичны. Вот. Ну, деспотит всегда подавление, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, довольно часто, это может быть, ага, такая, подавленная агрессия. Вот. Ну, я бы сказал, соответственно, вам желательно, ну, как бы вот, признать, что вы себе можете сдерживать что-то, в том числе, власть. Вот. Научиться адекватно с этим обращаться. Ну, по возможности, поработать с обидами на ваших родителей, которые вот, скорее всего, скорее всего, есть. власть. Ну, потому что. Деспотия, да? Вот. И опять же, вам будет проще. Следующий момент. Формирование образа себя. То есть, в конструктивной, так скажем, позитивной атмосфере, позитивной атмосферы. У человека, как правило, не возникает проблем с формированием образа себя, потому что отношения достаточно искренние, отношения достаточно открытые. и так далее. Но в отношениях, где этого нет, где вот, ну, может присутствовать вот такая история, история, вот, вот, как у вас. Ну, вот. Человек себя может не знать. Ну, вот, ну, вот, вот, вообще может стать человек, человек не знать. В принципе. Ну, вот. И если человек себя не знает, ему сложно на себя опереться, поэтому необходима определенная работа над тем, чтобы вы лучше понимали, какая вы вообще. вот. Вот. Соответственно, это также поможет вам несколько лучше опираться на себя, несколько лучше доверять себе и действовать более самостоятельно, скажем так. Ну, вот. В рамках, опять же, того, что вы говорите. Ну, и, наконец, последнее. Само понятие взрослый человек, лично у меня вызывает вопрос. Слушай, а, кого считать взрослым человеком? Безусловно, вы можете назвать тех, кого вы считаете взрослым. Это правда. Безусловно. Безусловно. Вы можете назвать таких людей. Но. Вы ли это, потому что, каждый может быть взрослым по-разному? Считается ли, что я не взрослый, если, к примеру, там, допустим, вы или я играем в игры, например, считается ли взрослым человек, который собирает коллекцию какую-то, или, как вы, например, ничего, ну, не хочет взаимодействовать с бытом на бытовых вопросах? Считается ли такой человек невзрослым? И вот мне кажется, что нет, это не определяет. Мне кажется, что взрослых определяет принятие личной ответственности для того, что в жизни человека происходит. Вот это да, но не конкретная деятельность, как можно подумать. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы вы спросили себя вот о чем. То, что я хочу, например, стать более взрослым. Мне это самой нужно? Для чего-то мне это нужно. Или я считаю, что так надо. Я считаю, что это необходимо. На этот вопрос необходимо вам найти ответ. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...